Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Я сегодня буду продолжать тему, о которой я уже говорил, предыдущие два собрания о предназначении женщины, ну и также касаясь мужчины. Когда ты правильно поступаешь, у тебя будет все хорошо, у тебя будет все прекрасно, ты будешь счастлив, твоя жена будет счастлива, и вы оба будете счастливы. Но из-за того, что Бог возлюбил, пришли перемены, мы спаслись. Это потрясающая семья. Поэтому и написано, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Ну, сейчас я не знаю, какой бы эквивалент. Сейчас жемчуга не очень, наверное, в почете. Цена ее выше долларов или бриллиантов, я не знаю, чего выше, что больше всего котируется. Вот так написано, что она выше всего этого. И это очень важно. Почему? Потому что так пишет Господь. И написано, уверенно в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка. Вот представляете, что жена умножает? Прибыток она. Она прибыток приносит в твой дом. Если ты с ней что? Разговариваешься, ты с ней советуешься. Если тебя какая-то идея посетила, ты спроси жену, а что она думает об этой идее? А что она думает, что она тебе скажет? Да, потому что мы должны понять, что да, у женщины есть такая способность. У них более развита интуиция. У них более развита вот эта чувствительность. Потому что иногда мужчина, он что-то там загорелся, и он никого не спрашивает, он ни с кем не советуется, и потом бах, крах, тах, тарабах, банкрот. Понимаете? А если бы он посоветовался, да? И они бы вместе помолились. И жена бы сказала, слушай, ну, здесь что-то есть. Или, наоборот, здесь ничего нет. Здесь же написано, что почему уверенно вне сердца мужа он не останется без прибытка? Слава Богу, да? То есть она тебе подскажет порой, даст тебе такую хорошую идею, хорошую мысль, которая принесет успех и развитие. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни твоей. Прекрасная же, когда тебе воздают добром, а не злом, как написано, во все дни жизни твоей. Представляете, некоторые люди живут годами, и вот они воздают злом, и вот это у них просто не семья, они знают, что там поле битвы, сражения там, снайперские подходы, стрелы, луки, капканы на медведя. Или там на кабана, не знаю. Представляете, что во все дни жизни вот они вот такие, израненные, измученные. Ну, не это же имел в виду Господь, когда сотворил человека, мужчину и женщину, и благословил их Господь. Аллилуйя! Вот что, вот что Господь задумал, и вот что Он хочет, чтобы действительно было. Поэтому грех Он разрушил, да? Дьявол принес обман, дьявол принес обольщение. И вот сейчас я хочу подойти именно к черте, что женщина, она может как и усиливать хорошее, так и усиливать плохое. Внимательно! Она может и плохое усиливать, и потому что у женщины есть большая сила влияния. И она может как позитивно влиять, так и что? И негативно. У нас есть классический пример откуда. Ну, как всегда из Библии. Откуда же еще? Помните, как... Я вам прочитаю хорошо. 2 Коринфянам 11,3. «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей не прельстил Еву». В общем, кому бил к линии змей? Через кого он захотел повлиять на Адама, на мужчину? Через кого? Через женщину. Знаете, вероятно, он разбирался в тонкостях женской души. И он знал, как ее прельстить или как ее обмануть. Другими словами, да? Слово прельстить и слово обмануть. Помните, когда он пришел, что он начал делать? Этот змей. Что он начал делать? Он ей стал рисовать картину. Прекрасную картину светлого будущего, в кавычках. И вот, и что, смотрите, и что? Я бы так сказал, что мы дальше вернемся, но забегая вперед, я скажу, что он стал говорить на языке ее любви. Значит, ей это нравилось. Он ей стал говорить то, что ей нравится. И иногда люди используют это ради манипуляции, потому что там манипуляция это демоническая сила. Использовать, да, эти стороны для того, чтобы сделать свое плохое, черное дело. И вот он, используя эти манипуляции, что он стал делать и что с ней произошло? Написано, и увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Первое. Что она увидела? В хозяйстве пригодится. И когда мы читаем притчи 31 главу, мы видим, что это замечательная хозяйка, там же описано, она и кормит, и одевает, и у ней там порядок, и то, и то, и то. И он ее, так сказать, так привлек ее внимание, что она поняла, да, это пригодится в хозяйстве, это очень полезно, это очень хорошо, это нравится, хорошо для пищи, да, она заботится же об этом. Дальше что? И что оно приятно для глаз, так красиво смотрится, да, и дальше, и вожделенно, потому что дает знание или мудрость. То есть он поймал ее на этом и, обладая вот своим влиянием и своей силой, она повлияла на своего мужа. Понимаете? Какая большая сила влияния у женщин. Почему мужчина должен быть сильным, друзья? Вот если бы Адам сказал, стоять, змей, Горыныч, куда прем, кому идешь, что хочешь, да, потому что что? Бог ему сказал, возделать и охранять сад, и охранять свою семью, да, охранять свои отношения, но он не охранял, он не взял ответственность, он не взял власть, но женщина что? оказала на нее, на него влияние. И поэтому мы везде пишем, что это не Ева согрешила, а Адам оказывается. Он виноват. Почему? Потому что ответственность была у него. Поэтому мы понимаем, что у женщин есть очень большое влияние. На кого? На мужчин. В Библии это не один пример. Не один пример. Например, Авраам, помните? Авраама все помнят. И жену его, Сару, все помнят. И обещание Бога, которое Бог им дал, что у них будет сын. А сына нет и нет, и нет, и нет, и нет, и нет. И где он? И жена говорит, у меня есть прекрасная идея. Я тебе дам служанку, и все будет чики-пуки, и все будет хорошо. И что? И что? И получается, опять мы видим, мужчина не послушался Бога. Адам не послушался Бога, правда? То, что сказал Господь. Авраам не послушался Бога. Сделал то, что он не должен был делать. И опять страшное последствие. Понимаете? Поэтому недооценивайте женщин. Недооценивайте их силу, их влияние. Мужчина очень могущественная. Поэтому мужчины, они должны очень твердо стоять на Слове Божьем, правда? Вот поэтому мы должны знать, мы должны понимать, где наша должна быть твердость, где должна быть наше мужество, да? И где должна быть наша принципиальность. Аллилуйя! Скажите, нет, дорогая, слушай, Бог нам этого не говорил, да? Должен был бы сказать, например, Адам. Бог не говорил, что мы должны это делать. Он сказал, мы не должны этого делать. Почему мы должны тогда это делать? Ну, она так вожделена, она так приятна, она вот такая, она вот такая вот. Нет! Ну, может, не кричал на нее, но так с совластью, с любовью, с совластью. И так же Авраам должен был сказать своей жене, да, у тебя хорошая идея, он не отказался от нее вообще. Сразу говорит, а, хорошо, я пойду к ней. Понимаете? Но к чему это все привело? Каким проблемам, каким последствиям? Я уже про Самсона не буду вам рассказывать, да? Тут вообще из него веревки вели, как говорится, да? Такой сильный, такой здоровый, но был такой слабый. Где? Внутри, понимаете? Поэтому вот, вот наше лидерство мужское. Ага! Чтобы вы были крепкими, мужественными, твердыми, непоколебимыми! Аллилуйя! Ого! Слава Богу, мужчины, да? Итак, мы говорим, что да, как оказывается, да, как оказывается, все может сработать. Да, оно может сработать и в хорошую сторону, и в плохую. Поэтому, когда женщина что-то копит, 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 она не сразу вам скажет. Она не сразу. Но этот вулкан может, что, принести землетрясение. И однажды этот вулкан заклокочет, зарычит, и вот эта лавина огня. Фу! И все. И будешь удивляться. Он же спал этот вулкан столько лет. Он даже не дымился уже. Откуда это все взялось? Это было внутри, это было в недрах, да? Вы знаете, как написано, как вот Господь говорит, Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет, поднимет воинский крик, покажет себя сильным против врагов своих. Долго я молчал, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая. Буду разрушать и поглощать все. Прямо видите, какой образ женщины я вам нарисовал, а? Что может произойти? Поэтому будьте осторожны, да? Что вы говорите, что вы даете, чем вы кормите, что вы сеете, что вы вкладываете, чтобы потом вы не удивлялись. Скажи, я не буду удивляться. Я уже понял. Итак, друзья, очень важно понимать вот эти вещи, очень важно поступать правильно и понимать женщине и мужчине, сегодня Оксана говорила, что основным источником является это Бог. Это Бог, друзья. Если не будет Бога, ничего не выйдет. И без нашего Создателя, без нашего Творца мы не сможем быть теми, кем мы должны быть. Потому что Бог так создал человека, что без него, как сказал Иисус, вы ничего не сможете. И когда мы читаем, да, про эту добродетельную жену, почему она такая добродетельная? Потому что она была с Богом. Она знала Бога, она ходила с Богом. И в этом была ее главная добродетель, что она была женщина Божья. Аминь. Она была духовная женщина. И слава Богу за всех духовных женщин. Я рад, что есть духовные женщины, да, которые свою духовность, они направляют в лучшие сферы. Слава Богу. У нас есть женщины-служители. Слава Богу, что они есть. И что они служат, да. Почему? Потому что они не просто услышали Слово Божье, они стали исполнять Слово Божье. Аминь, женщина, так. Аминь. Да, исполняет Слово Божье. Потому что Бог увидел, как, знаете, Он увидел Марии. И когда пришел ангел, Он сказал ей то и то, да, и будет тебе. Она что сказала ему? Ну, я не знаю, ангел, ты знаешь, я еще, ну, как бы, мне надо еще книжки почитать, еще надо там, то надо, все надо. Я еще там на танцы не ходила. Ну, не знаю, что там. Иногда люди говорят, я еще слишком молодой, или я слишком стара уже. Она сказала, да будет мне по слову твоему. Вот когда это говорит муж и говорит жена, это будет замечательный союз. Аминь. Поэтому, когда кто-то начинает уклоняться, как написано, почему двоим лучше, да. Он говорит, если один там споткнется, упадет, то другой что сделает? Потопчется на нем, потопчется. Нет, он его поднимет. Поднимет, словом поднимет, ободрением поднимет. Аллилуйя или нет? Итак, друзья, мы подойдем сейчас немножко, быстренько расскажем о пяти языках. Почему? Потому что это тоже такая, так сказать, основное понимание друг друга. Потому что вот непонимание, да, не из-за того, что иногда люди хотят что-то плохое сделать друг другу. Нет. Это редко бывает, как какие-то там два злодея живут вместе под одной крышей, да, и какие-то козни друг другу строят, там, вот я говорю, капканы ставят на кухню, там, возле холодильника и так далее. Нет. В основном люди это делают почему? По незнанию, да, скажи, по незнанию. А вот по незнанию написано, народ даже гибнет. Гибнет. Ты погиб, и даже не знал, за чего я погиб. А вот ты не знал, почему ты погиб. А если бы знал бы, то что? Был бы здоров, был бы жив. Итак, я коротко сейчас скажу. Первое. Первый язык. Самый, наверное, такой язык интересный, самый язык такой основной для всех. Это слова поощрения, ободрения, признательности. Я вообще не видел ни одного человека, который был бы против, чтобы ему сказали что-то хорошее. Говорит, не, 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 не надо, мне не надо, я загоржусь, не говорите мне, ругайте меня лучше, ругайте, ругайте. Я такой, я люблю, когда меня ругают. Да? Есть такие здесь люди? А, есть такие? Вас любят, когда вас ругают. Вот это ваш язык любви. Ну, давайте, давайте. Ах ты такой, ах ты, ой, еще, ой, хорошо, знаешь, как в бане веником. О, хорошо, давай, давай, еще, еще подай. Ах ты, мерзавец, ах ты. Нет, это, нормальные люди, конечно, нет. Вот поэтому, самый, наверное, простой, самый понятный для всех язык, это язык какой? Поощрение, похвалы, ободрение. И Слово Божие много-много говорит, смерть и власть, смерть и жить во власти языка, любящий его вкусит от плодов его. Видите, очень быстро мы будем кушать. Что? Что мы будем кушать? То, что мы говорим. Да? Мы будем кушать жизнь или мы будем кушать смерть? От чего? От того, что мы скажем. Еще одно сильное место. Писание, «Идной пустослов уязвляет, как мечом». Как мечом. Сейчас нет мечей. Вот не знаю, на ком провести пример. У меня есть меч там, в офисе. Но вы можете себе представить, вы же, наверное, видели фильмы про рыцарь, еще про кого-то. Я так понимаю, что мечом уязвить это не пиротинным ножиком. Да? Если ты мечом уязвил, то ты так уязвил, что там либо голова сразу уязвилась, либо ноги отлетели. Да? Это серьезно. Правда? Это очень серьезно. А написано дальше, «А язык мудрых врачует». То есть прямая противоположность. Один ранит, убивает, а другой что может сделать? Врачевать. Вот поэтому вот эти слова, они целебные, друзья. Они целебные, они правильные. Они как витамины для нас всех. Правда? Когда ты говоришь вот эти добрые слова веры, а мы будем говорить какие слова? Слова веры, слова ободрения, слова любви. И еще хочу прочитать, тоже в притчах написано, хорошее местописание. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Подавлять будешь или что делать? Развеселять. Ты умеешь развеселять? Я не умею развеселивать. У меня нет чувства развеселения. Другой перевод говорит, вот заботы или тоска могут лишить человека счастья, но доброе слово способно сделать его счастливым. Представляете, как можно сделать человека счастливым? Если его язык любви – это поощрение, да он у вас вообще будет счастливым все время. Вы только ему говорите вот эти слова ободрения, чего еще? Оскорбления. Нет? Какие слова? А вы любите говорить слова поощрения? Благодарности? Любите? Или нет? Все это любят? У вас у всех этот язык любви, да? Или некоторые, да нет, мне не надо, мне поесть лучше дайте. Я почувствую, что меня здесь любят. Может быть, у кого-то и так есть. Но у многих людей именно язык какой? Поощрение, благодарность, ободрение. Я вам просто тоже прочитаю, что слово ободрять. Не ободрать, да? А ободрять. Ободрять – значит обнадеживать, да? Давать надежду, укреплять, придавать уверенности, поднимать настроение, придавать бодрости, придавать сил, поднимать дух. Аллилуйя. Вот видите, какие мы можем быть вообще творцами. Как вот что-то поговорил, поговорил, и ты видишь, и счастье в дом пришло. Да? Поговорил, поговорил, и смелость пришла. Потому что, знаете, для многих людей очень важны слова ободрения, потому что они нерешительны, может быть, они не уверены в себе, и вот они такие, не знаю, может, не получит, может, получит. Ну, когда все, да у тебя все получится, я хлопнул ему по плечу так, как ободрил его, да? А, точно, точно, все, ты выбил дурь всю эту из меня неуверенности, и я теперь, почему Бог, да, говорил с нами, будь тверд и мужествен, ага, не бойся, говорит, я с тобою. И все, и они пошли, и перешли, и взяли обетованную землю. Правильные слова. Скажи правильные слова. Аллилуйя. Поэтому, еще несколько к этому дополнений, к правильным словам, это еще правильная интонация. Правильная интонация. Потому что, можно сказать, правильные слова, но с неправильной интонацией. Ну, например, какое слово? Вот, какое можно провести параллель? Ну, даже слова, я тебя люблю. Вот, хорошее слово, я люблю тебя. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Да, я тебя люблю точно. Да. Не сомневайся. Когда мы женились, я тебе сказал эти слова, я так и думаю. Уже 20 лет, да? Ничего не говорил. Вот. Поэтому интонация, знаете, интонация, очень важно, с какой интонацией мы это говорим, да? То есть, поверят нам, что мы любим, да, или, или жена, ты у меня такой умный. И он, я точно умный? Ну, конечно, не сомневаюсь, ты такой умный. Или ты скажешь, ты такой умный у меня. Видите, интонация, интонация, как еще, как вот преподнести вот это? Мало составить список правильных слов. Но если ты в этот список будешь неправильной интонации читать, ну что? Что будет? Ничего хорошего не будет. Ты еще издеваешься надо мной опять, да? И вместо вот счастья опять будет несчастье. Слава Богу. Смотрите, вот в Библии очень, мне нравится, я читал на семинаре у нас вот эти стихи, но еще и вам прочитаю. Смотрите. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах слово, сказанное прилично. Картину видели, нет? По-моему, вы не увидели картину. А? Яблоки золотые. Вы их на зуб пробовали, золотые они или нет? В каких-то прозрачных сосудах. Кто-то слышит, он вообще неадекватный. Ну, тогда для вас просто слово, сказанное прилично. Понятно? Да, понятно, понятно. Вот еще, например, тоже в притчах. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кости. Какой язык вообще, да? Вот интересный. Мягкий язык, что он делает? Переламывает кости, а ведь кости – это самое твердое у нас. Представляете, то есть какая сила есть в словах? А? Какая сила? Говоришь, а я вот и не знал даже. А ты уже перемолол все кости. Уже одна мука осталась, уже ничего нет. И в новом периоде написано, что у кроткой речи своя великая сила. Великая сила – какой речи? У кроткой. Второе – это время, друзья. Это очень важный язык. Причем, это очень важный язык для многих женщин. По статистике, для женщин очень важно, чтобы мужья уделяли им время. Скажите, мужья, мужчины, время. Время. Молодцы. Молодцы. Вот поэтому не такое время, когда ты сидишь там, смотришь в телефоне, говоришь, я с тобой же сижу тут уже полтора часа, выделяю тебе время. Это не то время, потому что многие люди думают, если они рядом, то они вместе. Я бы сказал, это большая разница, быть рядом и вместе, это вообще разница большая. Поэтому, да, мы же живем уже 30 лет вместе. Нет, вы живете рядом, может быть, 30 лет, но не вместе. Но надо быть вместе. И когда твое внимание, оно безраздельно, безраздельно, только для твоего единственного человека, тогда вы что? Вместе. Вместе. Поэтому иногда вот спроси своего мужа или жену, а как вот вместе? Что ты понимаешь вместе? Сидеть в семечке щелкать? Вместе. Или пойти в огороде там поработать вместе? Или что там еще? Или пойти поужинать вместе? Или просто пойти прогуляться вместе? Поговорить вместе? Что значит вместе, да? Потому что здесь тоже могут быть свои какие-то нюансы и тонкости. И если нет вот понимания, да, мы не будем вместе. Мы будем рядом, но мы не будем вместе. И тогда ничего, что? Не получится. И мы говорим, ну я же тебе уделил время. И как бы, ну как ты уделил время, да, еще тоже большой вопрос. Это важно не только для супругов, это важно также для детей. Потому что очень часто, да, мы там дальше поговорим про подарки. Иногда кажется, если ты дал подарок, как бы все, ты на всю жизнь, там, я тебе обеспечил, я тебе купил то, я тебе купил вот это, и ты должна быть счастлива, или ты должен быть счастлив. Но, если это не подарки, язык любви, то вы знаете, эти подарки будут просто в куче лежать, и никакого толку от этих подарков не будет. Поэтому, когда мы не понимаем, да, язык любви своего супруга или супруги, то мы можем от всего сердца делать неправильно. И потом думать, ну что ей еще надо? Или, ну что ему еще надо? А ему надо, и ей надо то, что надо. Поэтому это надо выяснить, что же ей или ему надо. Аллилуйя! Если вы выясните то, что кому надо, тогда у вас начнется то прекрасное время, которым все мечтают о счастливой семье. Аминь! Поэтому и для детей тоже очень важно, как вы пробуете время с ребенком, да, что вы с ним делаете, как он действительно это воспринимает, что вы между делом, как бы, там он там бегает, а я с ним посижу, я с ним, да, посижу, а сам сидит, что-то своим делом занимается, вот между ног ползает или бегает, и говорит, ну да, мы с ним там были. Нет, это не то время, которое хотелось бы провести вместе, правда? И, конечно же, когда люди проводят время вместе, очень важно слушать друг друга. Вообще, по статистике я прочитал, нормальный человек, ну нормальный, он может слушать только 17 секунд. Время пошло. Через 17 секунд он уже все, он уже должен что-то сказать. Он должен что-то ставить, он должен что-то посоветовать, он должен, и немногих хватает даже на 3 минуты. Вот, поэтому мы должны понимать, да, что когда ты разговариваешь, ты должен научиться слушать. Слушать, да? Не сразу давать советы, потому что иногда кажется, а я уже это слышал 10 раз. Я тоже могу сказать, я уже 10 раз это слышал, я уже говорил, что надо делать. Ты опять это не сделала, опять ты мне это все будешь рассказывать. И нам кажется, это нелогично слушать одно и то же. Но это логично. В глазах Бога это логично. И слава Богу, когда ты это понимаешь, ты будешь сидеть и слушать, и давать советы тогда, когда тебя спросят. Мы же все хотим сразу давать советы. У нас столько советов, у нас дом советов здесь. И каждый со своими советами. Но в результате обычно советы не работают, когда ты не спрашиваешь советы. Вы заметили? Когда вам все советуют, давай, 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 а ты их не спрашивал, ты не прислушиваешься. Но когда ты спросил, а что вы думаете? Вот тут твой золотой век и наступил. Теперь ты можешь выпалить все, что ты думаешь, да, и дать все свои замечательные, прекрасные, мудрые советы. Почему говорят, совет да любовь, да? Хорошо, хорошо. Хорошо или нехорошо? Все хорошо, слава Богу. Слава Богу, я вам говорю, вы слушайте, хорошо. Ну, по темпераменту есть тоже разные люди, как там в этой книжке, известные «Пять языков любви». Вы ее почитайте внимательно, пересчитайте даже, может быть, несколько раз. Есть люди, которые по темпераменту быстро, есть, которые медленно, есть говорливый ручей, а есть Мертвое море. И вот ты представляешь, если встретились два говорливых ручья, вот они будут друг на друга нападать, потому что я... И вот они тогда, что у них будет? Хорошо, когда ваш собеседник – Мертвое море. вы можете час ему говорить, и два говорить, и в конце уже, ну и все, поговорили, да? Поэтому, если он или она, обычно это он, Мертвое море, дайте море тоже, пару волн хотя бы запустить тоже. Вот, потому что в другом случае вы так и не поймете, что же вы ему говорили, какая была реакция. Это же не беседа, правда? Это просто будет монолог. Если вам хочется вести монологи, просто поставьте портрет своего супруга, и вот ему там рассказывайте, рассказывайте. Он точно так же будет с фотографией вам говорить. Или не знаю что. Следующий, самый легкий, наверное, вариант язык любви – это подарки. Потому что подарки, многие тоже любят подарки, а многие, кстати, к ним равнодушны. И вот здесь тоже часто бывает непонимание, потому что вроде бы такой подарок человеку подарили, он должен быть таким благодарным, таким счастливым, прям таким. А он такой, ну ладно, и поставил куда-то там. И человек думает, ну что он такой неблагодарный? Все, теперь я ему не буду дарить там подарки, и там я не буду то делать. Он же так, или она так отреагировала, что как будто это не нужно, не важно. А ведь подарок – это моя частичка любви. Ведь подарок – это… И так далее, и так далее. Поэтому не удивляйтесь, если кто-то к ним относится равнодушно. Скажи, равнодушно. Для него, может быть, лучший подарок – это время с тобой провести. Вот просто скажешь, вот я с тобой проведу время, и для этого человека будет это самый лучший подарок. Вот, слава Богу, ты понял, наконец. Субтитры создавал DimaTorzok